Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 28 лет, я не замужем и отношений тоже нет. Я считаю себя симпатичной девушкой. Постоянно развиваюсь мне с машиной квартиры, но своего человека пока что не встретила. Моя мама, когда я прихожу к ней в гости или вижу с ней, постоянно меня критикуют, что не так волосы лежат, что гофра не такая и так далее. Я набрала немного вес, пару килограмм, но она постоянно критикует, что у меня живот, у меня то. Проблема вся в том, что она считает, что если я не буду выглядеть по каким-то ее параметрам лучше, то на меня никто не посмотрит и я не выйду замуж никогда. Соответственно, я часто расстраиваюсь и переживаю, как быть в такой ситуации и почему так происходит. Начнем с того, что не совсем ясно, о чем вы спрашиваете. То ли вы спрашиваете о том, почему вы расстраиваетесь из-за того, что может быть не выйдете замуж? То ли вы спрашиваете, почему вы расстраиваетесь из-за того, что ваша мама вас критикует. Вот. Собственно, тут разные моменты. Дело в том, что в первом случае это ваше отношение к замужеству, ваше отношение к мужчинам и ваше позиционирование себя как женщины. В втором случае это отношение к маме, какие-то обиды на нее и так далее. Может быть все вместе, конечно. Вот. Вы спрашиваете, как быть в такой, ну, в такой ситуации. Я могу вопрос с вами немножечко переформулировать. Как быть, чтобы что. Если цель выйти замуж, то нужно учиться выстраивать гармоничные отношения. Смотреть, как вы общаетесь. Смотреть, как вы смотрите на мужчин, на себя, на мужчин. Вот. Если речь идет о маме, то в первую очередь прожить ваши чувства по отношению к ней. Признать какие-то чувства. Работать с личными границами и так далее. Вот. Очень важную роль играют обиды. То есть, если вы чего-то ждете от мамы. Вот. А она ваши ожидания не оправдывает. Да. Ну, в смысле того, что ведет себя несколько иначе, да, ведет себя по-другому, не так, как вы хотите и так далее. Не менее важным моментом является то, что вас задевает ю-критика. То есть, проблема с самооценкой здесь, проблема с уверенностью в себе и проблема с удержанием внутреннего вектора. То есть, то, что я делаю, вот насколько для меня самой это важно, например. То, что я делаю, насколько для меня это ценно, например. Вот. И если я поправился, то, соответственно, насколько это... Ну, осознанно, да. То есть, вы можете поправиться вследствие того, что целенаправленно меняете свой образ жизни, что способствует тому, что вы набираете вес. А можете делать что-то не целенаправленно. Вот. И не ждете того, что во свет будет набираться. Вот. Но, тем не менее, он набирается. Вот. Поэтому здесь вот такие аспекты. То есть, я бы разделил ваши отношения с мамой и, как бы, отношения с мужчинами. Вы пишите, что своего человека не встретили. Это может быть свидетельством того, что у вас достаточно высокие требования как к себе, так и к человеку. И взаимодействуете вы не с человеком, а со своими требованиями к нему. То есть, это вот не одно и то же. Это разные вещи. Вот. А отношения с мамой это немножечко другая история. Хотя, это и связано между собой, но, как бы, в данном случае еще нужно смотреть, как одно влияет на другое. Лично мне кажется, что вы боитесь сближаться. То есть, судя по тому, что вы говорите, да, вот вы с мамой достаточно близки, она вас критикует. Соответственно, если у вас опыт близкого общения это критика, то вы будете, конечно, бояться сближаться, потому что боитесь критики. Еще один важный момент, если у вас только мама, то есть, вы не имели опыт общения с отцом, то, соответственно, действительно, проблемы с мужчинами у вас будут просто потому что не было отца. Вот. И в этом нет, знаете, ну, чего-то такого избитого, да, то есть, не обязательно вы обижаетесь на своего отца, не обязательно вы его ненавидите там и так далее. А просто отсутствует такой опыт. И на мужчин вы можете смотреть именно как вот на поиск того, кто сильнее вас, кто сможет вас защитить и так далее. Вот. То есть, это вопрос к тому, вот, какой контекст в вашем опыте имеет то, что вы развиваетесь, то, что у вас есть, как вы пишете, машина-квартира. Вот. То есть, это все, безусловно, здорово, то, что у вас это все есть. Вот. Но какой это контекст? Понимаете? То есть, вот, условно говоря, у меня есть машина, допустим. И как я воспринимаю эту машину, я ее воспринимаю как, ну, возможность что-то сделать, да, например, там, приехать к вам, да, допустим, отвезти вас куда-то. У меня есть квартира. Как я ее воспринимаю? Я воспринимаю ее как возможность привести там с вами время, да, возможность расположиться как мне удобно, как мне комфортно. Или я воспринимаю это как, эм, такого своего рода стратегию достигательства, что вот я должен, я должен этого добиться, у меня это должно быть, чтобы как-то вот себя защитить. То есть, речь идет о том, является ли ваше развитие и машина, и квартира вследствие того, что вы можете это себе позволить, занимаясь любимым делом, да, и, естественно, развиваясь в нем. Или это носит какой-то другой характер. Вот. Судя по тому, что вас это расстраивает, я думаю, что проблема, эх, проблема реализации может также в какой-то степени стоять. Вот. Дальше. Вы говорите. Моя мама, моя мама, когда я прихожу к ней, начинает меня критиковать. Ну, возникает логичный вопрос, зачем вы приходите к ней? Да? Возникает логичный вопрос, как вы реагируете на то, когда она вас критикует. Мне кажется, что вы хотите одобрения у своей мамы и чувствуете вину. Это является следствием нарушения личной границы. Конечно. И, в целом, вот когда, эээ, ну, когда вы говорите, что я не встретил своего человека, да, то есть, свой человек это максимально удобный, безопасный человек. Вот. Таких не бывает. Это, это нужно понимать. То есть, эээ, поиск идеального мужчины, да, он, как бы, оканчивается тем, что человек понимает, что идеального мужчины нет и, эээ, соглашается на то, что есть. Что тоже не является хорошим вариантом, потому что, ну, как бы, вы понимаете, что, ну, всегда достойны чего-то. Вот. Поэтому, я думаю, что, эээ, вот, эээ, ваши поиски, эээ, своего человека, это эээ, история про себя. То есть, это, эээ, попытка найти, эээ, найти идеального, идеального себя. Вот. Ну, как бы, понятно, что, эээ, идеально себя вы не найдете, потому что никто не идеальный. А вот то, что вы себя не принимаете, эээ, в каких-то моментах, пытаясь, как мне, как мне видится, пытаясь, эээ, компенсировать это, эээ, машинами, квартирами, развитием, это уже другой вопрос. Дальше. Эээ, что меня смущает? Смущает меня то, что вы говорите, что считаете себя эээ, симпатичным. То есть, такое ощущение, да, что вот, знаете, как это выглядит? Это выглядит так, что вот вы измерили линейкой, да, свой нос, свои губы. Шкулы. Эээ, расстояние между бровями, размер глаз. Размер, эээ, значит, измерили, получили какие-то данные, эээ, вот, данные посчитали, сравнили и сказали, ну окей, я могу быть симпатичным. До красивое не дотягиваю, да, но вот симпатичное вполне. То есть, это какое-то рациональное такое восприятие себя. Соответствую ли я, опять же, требованием или нет? Соответствую ли я вот чему-то или нет? Да? То есть, если, условно говоря, там, ну извините, я не силён в цифрах, но так, просто для примера, вот, если расстояние, там, между глазами, там, два сантиметра, к примеру, да, то, опять же, смотрите на реальные сантиметры, просто вот послушайте смысл. Вот, если расстояние между, между глазами у вас два сантиметра, а вы знаете, что, эээ, красиво, когда три, а у вас два, то вы решаете автоматически, что вы не уродина, да, но и некрасивая, значит симпатично. Вот так это работает. То есть, это вот какая-то, эээ, какая-то тенденция к тому, чтобы себя оценивать, какая-то тенденция к тому, чтобы, эээ, сравнивать себя и так далее. Но при этом здесь, эээ, появляется такая тотальная слепота, такая вот тотальная невнимательность к себе, к тому, что я чувствую, что я хочу. Эээ, красота человека определяется именно тем, что я сказал, а не тем, на что вы, по моей гипотезе, привыкли опираться. Вот. А ваша мама, она, по большому счёту, с одной стороны транслирует ваши же мысли привычные, которые вы научились у неё, а с другой стороны она отзеркаливает вам ваши опасения. Вот. Ну и что касается критики, критика, эээ, что касается критики, то здесь, с одной стороны, эээ, явно не желание вашей мамы, чтобы вы действительно вышли замуж, что-то она хочет, чтобы оставались с ней, эээ, с ней. Почему? Потому что, эээ, она своей жизнью не, не живёт, да? Если я живу своей жизнью, если, эээ, ну, мне интересна моя, моя, как бы, жизнь, то зачем мне вас критиковать? Ещё, к тому же, вот, так настойчиво, да, ну, то есть, зачем? Ну, это всё, я надеюсь, что помог вам, ээ, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, эээ, мне показалось, что вы, эээ, с одной стороны хотите, чтобы вы дали совет, и с другой стороны хотите, эээ, понять причину. Эээ, предполагаю, что понимание причины, да, вам страдает. Вот, на самом деле, это так не работает, эээ, психологи не, эээ, дают советов, и психологи не, ну, по крайней мере, стараются не объяснять. Ээээ, лично моя задача заключается в том, чтобы вы лучше себя замечали. Чтобы вы лучше себя осознавали, чтобы вы, эээ, вот, грубо говоря, не боялись молчать. То есть, приходите к маме, да, например, и говорите, мам, я тебя люблю, давай помолчи. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует.